В последнее время гендерные роли меняются. Мужчины все чаще сидят с маленькими детьми, а в самолетах голос первого пилота оказывается женским. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Принято считать, что женщина хуже водит автомобиль, чем мужчина, что она многого не умеет из того, что умеет мужчина. Ну и наоборот, наверное. Много умеет то, что не умеет мужчина и так далее. А это как-то объективно подтверждается устройством мозга? Или это просто набор навыков, которые приобретаются за жизнь? Ну вот феминистки бы вам сказали, разумеется, что это набор навыков, которые приобретаются за жизнь. Я, мягко говоря, не феминистка, но и самое главное, что это не так. Потому что мужской и женский мозг отличаются. То есть если у мужчин нейронные связи идут внутри левого полушария свои, внутри правого свои, и как-то они там пересекаются, то у женщин связей между полушариями гораздо больше. То есть я бы, может быть, метафорически так это описала, что социальная жизнь мозга у женщин более разветвленная. С большим количеством собеседников этот мозг готов внутри себя беседы вести. И это значит, нужно иметь коммуникационные навыки. Что на самом деле и происходит. Женщины лучшие переговорщицы. Это и сейчас уже про это говорят. Женщины очень ко многим видам деятельности способны. Совсем не хуже, чем мужчины. Но когда дело выходит на сверхспособности или на какие-то выдающиеся умения, то тогда, что хотите, делайте, но мужчины, женщины переигрывают. То есть хороших пианисток много. Гилельсов что-то мало. А композиторов тем более. То есть там, где нужно прозрение, там, где озарение. Озарение и какие-то вот сверхвыплески такие. Вот даже если мы оставим в покое музыку или искусство, что-то я женщин Леонардо не встречала. Вот нету этого. Ну, в общем, идея моя вот какая, что не то, чтобы это совершенно разные миры, как очень часто говорят. Вот женщины и мужчины никогда не поймут. Это неправильно. Потому что индивидуальные отличия внутри обеих подгрупп, выражаясь научным языком, и внутри женщин, и внутри мужчин, они настолько велики. То есть есть сильные с мужским характером женщины, которые любого мужчину там вомнут в стену. Вот. И сколько хочешь истеричных, слабых, каких-то таких размытых, неявных характеристик в поведении, в характере, в мозговой активности, кстати, тоже у мужчин. Так что индивидуальные отличия перебьют групповые. Поэтому я бы все-таки не делила вот на эти две части.